290-я страница, в нижней части страницы со слов ВКХММАШ, там строчка предыдущая кончается точкой. То, Слава, напомню, о чем мы говорили в этой главе. Дело в том, что эта глава, в отличие от, по-моему, практически любой другой главы в Тане, именно в Тане, в первой части, она сугубо теоретическая. В этой главе идет речь именно о различных терминах, каббалистических терминов, которые будут необходимы для, так сказать, подведения итога того, что мы учили во всей этой главе, во всей этой книге. Давайте сразу поставим точки на это. Эта книга, это не книга по каббале, хотя она на 90% состоит из нее. Это книга руководства к действию. Эта книга руководства к действию тому, как стать средним. Окей? Как любая хасидская книга, она посвящена, она построена по следующей структуре. Вначале ставятся вопросы, чему была посвящена первая глава. Затем объясняется терминология, чему были посвящены, если не ошибаюсь, следующие 14 глав. И потом на основе этой терминологии начинается обсуждение тех вопросов, которые были поставлены раньше. Как мы сказали в предыдущих главах, что так как Всевышний – это единственная причина, почему сотворил Всевышний этот мир, это потому, что Он хотел сотворить себе жилище в материальном мире, для того, чтобы было проявление Божественного Света и в материальных рамках. Теперь вопрос, почему, некорректен, потому что Он захотел, а на желание вопроса не спрашивает. Поэтому все максимальное объяснение, то, что мы можем дать. То есть вот это как раз тот поинт. До этого поинта можно объяснять, зачем это было нужно, почему это было сделано и так далее. Но мы сразу зрим корень, и на этом уровне – это тот момент, когда дальше уже почему спрашивать бесполезно, потому что дальше идет страсть. Когда мы хотим котлету, мы хотим ее не потому, что она полна, я не знаю чего, белков. А если мы хотим котлету, то почему мы ее хотим, можем придумать огромное количество объяснений. На самом деле мы ее просто хотим, и на желание ответов нет. Я понимаю, что тут зависит от возраста, кому какой пример более наглядный – котлета, секс с мужчиной, с женщиной, собачку, домашних животных и так далее. Но поинт заключается в том, что когда мы абстрагируемся от всех наших собственных объяснений, почему мы хотим ту или иную вещь, то мы в конце концов остаемся просто желанием как таковым. И вот это желание как таковое – это и есть бесконечный божественный свет. Теперь, как мы говорили в предыдущих главах, что на самом деле любое желание, которое есть у человека – это желание быть ближе к Богу. Желание быть ближе к Богу через самого себя. Если нам кажется, что мы это делаем ради самого себя, то в конце концов, на самом деле, да, здесь присутствуют, конечно, факторы эгоизма. Но в конце концов за этим эгоизмом находится желание быть ближе ко Всевышнему. И мы этого можем не осознавать, и поэтому нам нужно абстрагироваться от своего собственного эгоизма и увидеть за этим желание Всевышнего и выполнять как таковое желание Всевышнего. Но в конце концов, любое желание – это желание приблизиться ко Всевышнему. Теперь приближение ко Всевышнему идет по двум направлениям, которые, как говорится в книге Зоор, в Кабоне называются крылышками. Канфил и Пархалей, как говорит Зоор. Да, крылья для того, чтобы лететь. Что это за крылья? Любовь и трепет. Любовь и трепет. Замечательно. Как хорошо, Саша, ты не понимаешь. Если бы ты переживал за последние полтора часа то, что переживал я, то бы ты здесь не сидел. Но ты мне сейчас… Так вот, любовь и трепет – это, возможно, приблизиться ко Всевышнему. Любовь и трепет – это необходимый реквизит для выполнения заповедей. Теперь. Это может быть во всем что угодно. Мы можем говорить «броху», потому что мы любим шоколадку. Но так как любовь, в принципе, сама по себе, любая эмоция, которая у нас есть, любая чувство, которая у нас есть, она в любом случае изначально направлена ко Всевышнему, то поэтому через благословение, благословение, потому что мы любим шоколадку, да, я не просто так привожу пример. Я думаю, мне кажется, мне сейчас сложно вспомнить, это было очень много-много лет назад, если не ошибаться, 20 лет назад, 19 лет назад, почти 20 лет назад, то я думаю, что я сказал свою первую «броху», потому что я хотел аргентинскую шоколадку в Одессе, которую мне предложили. Ну, аргентинскую шоколадку, неважно. Скажу «броху» и получу. Теперь, почему это работает, да, почему это все равно работает, почему детям, когда они учат буквы «алибейс» по медам, хотя, казалось бы, с другой стороны, наши большие интеллектуалы говорят о том, что человек должен расти духовно, сам захотеть, да ничего человек сам по себе не захочет. То есть, природа человека такая, что он сам по себе ничего не захочет. Поэтому нужно стимулировать. И эта стимуляция не заключается в том, что мы подменяем ценности, а наоборот, в любом желании, в конце концов, заложено желание ко Всевышнему, приблизиться ко Всевышнему. Для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему, есть два канала – любовь и трепет. Конечно, любовь и трепет на русском языке не отражают полностью значение того, что это имеется в виду Аабаба и Ира на иврите, но в какой-то стиль мы можем это понять. Теперь, дальше мы говорили просто… Я делал непрошу эту респективу, для того, чтобы понять, почему мы сейчас обсуждаем такую абсолютно теоретическую вещь. Вы сами видите, как вы видели на прошлом уроке, что была абсолютная диалектика здесь, а не какое-то практическое предписание, как выглядела вся предыдущая часть книги. Дальше мы сказали, что есть несколько уровней любви и трепета. Есть животные, есть эмоциональные, есть интеллектуальные. А они соответствуют разным уровням, разным духовным мирам. Бри, Циросия. Бри – это интеллектуальные, это высший пилотаж. Дальше идет эмоциональные, это то, что у нас изначально заложено, нам просто это нужно развить в себе. Интеллектуальные – это то, что мы приобретаем самих себе, приобретаем за счет окружающих факторов. И есть животные просто, боясь наказания, мы боимся, потому что нам будет плохо, поэтому мы не нарушаем заповеди. И хотим, чтобы нам было хорошо, поэтому мы выполняем заповеди. Другими словами, Ецерору, наше животное начало, нужно подкупать. Или другими словами, если обернуть это в другую сторону, то Бог берет взятки. Что значит, если Он нам дает взятки, что такое взятки для нас? Это заслуги, нам говорится, 72 девственницы, или я не знаю, еще что-то. Указал свои стимулы. А кто Он сказал? Все, что у них есть, все равно от нас. А, да, правильно. То есть, для нас, по отношению к нам, по отношению к нам взятки, это то, что нам обещают эти заслуги. Хотя, на самом деле, кому обещают эти заслуги? Правильно. Им дают за убийство нас. Нет, нашим нет. Эти заслуги обещаются только кому? Нашей животной душе. Почему? Работа. Почему? Божество. Это нафиг нужны эти заслуги? Это все, что хочет. Наш Божество США выполняют желание Всевышнего. Ей нужно объяснять. Поэтому нам Всевышний дает взятки. Говорит, дайте вам, дайте своему Ецероре, чтобы он выполнял заповеди. Поэтому единственный вариант своего Ецерору заставить, чтобы выполнять свое животное начало выполнять заповеди, объяснить ему, что ему тоже это выгодно. Ему тоже будет хорошо. Теперь, с Ецерором, какая проблема? Какая проблема с Ецерором? Ецерором... О, нет. Ецерором очень хитрый. Да? Как в эту субботу ночи, после ворта нашего хосана, я сидел с одним своим учеником. И он говорит, Рабе Аша, а вот как понять, Ребе живой или не живой? Я говорю, дорогой мой, год назад у тебя был Ецерором соблюдать шаббас или не соблюдать шаббас. А сейчас у тебя Ецерором выяснит, жив Ребе или не жив Ребе. То есть, другими словами, Ецерором лучше всех адаптируется к любой ситуации. Так? Есть религиозные Ецероры, есть сатмирские Ецероры, есть хаббатские Ецероры. Как большие? Есть разные Ецероры. Каждому Ецерор находит общий язык с любым. Да? Если тебя уже не... Ты уже спокойно не куришь шаббас, и он понимает, что тебе не нужно курить шаббас, и так далее, он тебе говорит, ну, тебе далеко идти в синагогу, там... Ецерора найдет любой вариант, как тебя достать. Он лучше, чем кто-либо другой... Шаббас-скутер, например. Он лучше, чем кто-либо другой, найдет вариант, как тебя достать. Поэтому для него мы придумали взятки. Тема о том, что Всевышний принимает взятки, это отдельная тема. Не будем сейчас об этом говорить. Так, теперь, как мы сказали, интеллектуальная любовь и трепет для выполнения заповедей это выработанная вещь. Это то, что мы вырабатываем себе. Теперь, что такое интеллектуальная любовь и трепет? Что такое интеллектуальная любовь? Как мы приводили в наших уроках? Эмоциональная любовь. Пример самой лучшей эмоциональной любви, построенной эмоцией, это любовь к родине. Интеллектуальная любовь, это любовь к котлете. Это интеллектуальная любовь. Это самый высший пилотаж. Любить Бога, как ты любишь котлету. Почему? Потому что любовь к родине, она абстрактная. Любовь к котлете, она абсолютно конкретная. То есть, это было наше объяснение, но алтаре следующая вещь. Чтобы для того, чтобы полноценно выполнять заповедь, для того, чтобы полноценно приблизиться ко Всевышнему, ощущение, ощущение быть не может. Восприятие Всевышнего должно быть как восприятие объективной реальности. Всевышнего нужно видеть во всех своих путях видеть Бога. Он везде. То есть, это размеренный путь. Сначала животная любовь и трепет, затем эмоциональная любовь и трепет, затем интеллектуальная любовь и трепет. И в предыдущих двух главах, трех главах, мы приводили пример о том, какие же есть шортка. Зачем нам нужен шортка? На самом деле, нам шортка абсолютно не нужна. Потому что весь этот путь, степ-бай-степ, приближение к Всевышнему, развитие в себе эмоциональной, затем интеллектуальной, любви и трепету, любви и трепета, за нас уже прошли. Их прошли кто? Наши прадцы. Наши прадцы. Абрам и Цархиак. Они это прошли степ-бай-степ. Они достигли этого уровня для того, чтобы мог возникнуть еврейский народ. Еврейский народ возникает, мы с вами возникаем уже в том состоянии, в котором мы находимся в единстве со Всевышним, в единении со Всевышним, на интеллектуальном уровне. Теперь, что же тогда происходит с нами? Почему мы не ощущаем? Почему мы не колбасимся от того, что Бог здесь рядом? Почему мы этого не ощущаем? Почему? Потому что у нас есть одна проблема. Называется она? Свобода выбора. Свобода выбора, которая говорит о том, что есть что-то кроме Бога. Поймите такую вещь, что вне рамок нашего мира невозможно сказать, что Бог у меня в сердце. Кто помнит то, что говорил на ворте Бороха? Кто-то вообще слушал? Ну а как же? Слушай, ты не был так, что просто ли? Как, че с чего? Чеснок, так же, я встречу, кстати, четвертый, четвертый день неволе пошел. Еще неволе, он только охотник. Ну все равно уже неволе, исполняет. Да, не так, да, да, Бороха, ты вообще помнишь, что я говорил по поводу сердца? Он был такой, или не очень? Я, блядь, думаю, что ты помни. Попробуем тебя не помню. Окей, что-то повторить. В чем наш папа, а почему мы не... Что значит, что значит, что Бог в сердце? Другими, другой вопрос. Почему, когда моя жена приходит там... Я помню, как... А? Секундочку. Я о другом говорю. Вот Янка хотя бы помнит о том, о чем я говорил. Да, когда... Почему, когда моя жена, когда у нас должен был родиться наш второй ребенок, она пришла здесь, в Америке, к врачу, первый у нас родился в Израиле, и врача с вами, какие у тебя там проблемы, она говорит, тахикардия, там то, там все. Все, она говорит, скажи... Let me get it started. Are you asking us Jew? А она говорит, да. Ну, тогда все понятно. Может, к нашему не тонкий, не звонкий, не чувствительный? Подожди, подожди, дай я закончу, а то мы потеряем тему. Почему евреев столько проблем в сердце? И почему столько врачей евреев, которые решают проблемы в сердце? Все очень просто. Всевышний дал нам 613 запов. 113 запов делится на 248, 365, понятно, да, там, blood vessels, хрящиков, шмянщиков, шмекалов и так далее. То есть все соответствует... Да, все соответствует нашему телу. Да, все знают, там, 248 органов, 365 кровеносцев, 366, да, да. Все соответствует нашему телу. Теперь, соответственно, каждая заповедь соответствует какому-то органу тела. Тебе, ты приходишь к Гидрею, говоришь, Аид, давай оденем тфилин. Сегодня я поехал на Оиль, сегодня я поехал на Оиль, я сижу, говорю, вот так нужно писать пан, давайте я вам напишу, давайте то. Говорит, нет, 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 нам это не нужно, у нас все идет от сердца. В чем проблема? Что он говорит, давайте оденем тфилин. У нас Бог в сердце. Давайте будем соблюдать кошу. У нас Бог в сердце. Давайте будем соблюдать чабу. У нас Бог в сердце. Но он на руке тоже может. В чем проблема? Давайте оденем тфилин. Нам не нужен у нас Бог в сердце. Получается, что вместо того, что выполняют все заповеди теми органами, которые положены, все заповеди евреи сегодня выполняют сердцем. И получается сердечная проблема. Так, вкусненько. Знаешь, это вкусненько, чтобы все они должны идти вперед. Да, да, да. Да, да, да. Можешь пойти, можешь не пойти. Вопрос только тогда, когда... Окей, потом, давай... Окей, ты меня бы додрэндуй. Я тебе потом... Борох, я тебе потом скажу. Что это? Окей, итак. Соответственно, при последних трех главах мы говорили о том, что по идее мы уже находимся в этом состоянии близости со Всевышним, которое достигнет наш пророчество. Мы находимся изначально на том духовном уровне, на котором находился Аврам Ицхакьяк. Почему же мы это не ощущаем? Потому что единственная вещь, которая может нас разделить со Всевышним, это наше желание. Парадокс заключается в том, что несмотря на то, что мы находимся by default, в полном единстве со Всевышним, единственное, что нас может создать, может создать люди, что мы не находимся с ним в одном единстве, это только... Нам нужно только захотеть. Или другими словами, нам нужно не захотеть отдаляться от Всевышнего для того, чтобы ощущать его близость. Или другими словами, еще другими словами, не быть самим собой. Потому что единственное, что нас отличает, отделяет от другого еврея, соответственно, от Всевышнего, это мы сами. От еврейки. От еврейки, надеюсь, в Божью помощь в ближайшее время тебе ничего и задать не будет. Омэй, лохай махай. Омэй, лохай махай. Омэй, лохай махай. Есть предпосудие? Есть, да. Я просто так сказал. Я просто сказал. Он опасный человек. Я слышал, как он боровк отдал вопрос. Подожди, еще боровк тебе даст. Подожди, уже ничего не надо. Спасибо, я пышком поставил. Боровк, только не надо, ты уже не первый, который сегодня будешь обвинять меня во всех своих проблемах. Боровк, надо жениться, пока не надо. Просто на... Нет, просто нельзя. Дальше. Так вот. Все записывается. Для этого предыдущий глава к нам привели своего рода шорткат, как приблизиться ко Всевышнему, не проходя все те степс, которые проходили наши прадцы, которые на самом деле нам и не нужно проходить. Нам сказал один вариант. Это нужно просто любить самого себя. Почему? Потому что ты являешься неответственным человеком со Всевышним, то есть через любую самому себя, просто, ну вот, уважай самого себя в конце концов. Да. Ты хочешь происходить от обезьяны? Нет, я хочу происходить от Бога. Все очень просто. Второй вариант, это установление mutual relationship, что имеется в виду, что Всевышний, да, как Всевышний, это мы, отражение Всевышнего, Всевышний нам. То есть Всевышний нам делает одолжение. Если он нам делает одолжение, ну вот, сделаем мы тоже одолжение. Что значит одолжение? Можно сказать, что Всевышний нам делает одолжение, что мы утром открываем глаза, мы говорим модой Ани Лифанеха. Но если кто-то не верит, что Всевышний там его сотворил и на самом деле вся его жизнь для того, чтобы у него сидели трупные черви, черви из 6 фитов под землей. Есть такие люди. Как говорится, в первой заповеди из 10 заповедей о том, что не приводится доказать, что Всевышний Бог наш, потому что он сотворил этот мир. А какое доказательство приводится? Он нас вывел из Египта. Почему? Потому что это мы есть свидетели. Я только буквально в воскресенье видел хистер-чану, где там рассказывали про своих друзей в гостях, которые там у них там кейбл, если детям поставить хистер-чану, там показывали какие-то археологи, как они нашли свидетельства о десяти казнях. Почему мы выходы из Египта? Потому что то, что Всевышний сотворил этот мир, кто-то может доказать? Это никто не видел. Единственное доказательство, которое принимается в суде, как в этом мире, так и наверху, это свидетельские показания. Свидетельские доказания могут быть только о том, что там, где были люди. А Всевышний освоил из Египта. Поэтому говорит Алтар-Эббе в предыдущей главе в конце концов, каждый день евреи должны видеть себя как будто он выходит из Египта. Соответственно, это достаточно одолжение, что мы сегодня не являемся рабами. Более деталям поговорим об этом пасхальных сайтах. Потому что многие чудеса, пока пылающие пусарни, мы нашли пусарни, которая может сам по себе воспалать, нашли камни, нашли камни, с которой вода может течь. Потому что нам жарко, а вот как нас вывели из Египта, такой феномен. Окей, дальше. И теперь эта глава объясняет всю каббалистическую теорию, связанную со всем, что мы говорили до этого. Для того, чтобы попытаться проявить в себе эмоциональную любовь и трепет, для того, чтобы осознать, что на самом деле Всевышний нам делает одолжение, нужно совсем немного. нужно просто задуматься. Нужно просто попытаться задуматься о величии Всевышнего. Я могу дать полностью гарантию, абсолютно, стопроцентную гарантию, что человек, который без того, что обманывает самого себя, попытается задуматься о том, что это за мир, откуда материя, формы, рамки, содержание и так далее, и затем поняв, что на самом деле это все, есть какая-то высшая сила, которая этим всем управляет в своих доскональных деталях этого мироздания, которое является только облеском гармошки высших миров, что мы говорили на прошлом ороке, чтобы не разрешать цитировать Левина, да? То нету ни одного, кто, нет, не родился еще тот человек, который остался бы равнодушен. Вопрос в том, что для того, чтобы начать об этом думать, иногда нужно погладить по голове, а иногда нужно фейсом уптейбл. Поэтому в этом заключается наша совода выбора, как нам погладить по голове или фейсом уптейбл. Только в этом заключается наш совода выбора. Как... How do you want it? Да, давайте за это выклим, чтобы нам не надо было фейсом уптейбл, чтобы нам легче. Все в конце концов освоится к лахаемому. Вами и верами невозможно. Все сводится к взятке. Вот это взятка Яцегоре. Лыхаем, лыхаем. Вы не подумайте, у нас не каждый день. Только на уроке. Когда мы видим. Что вы хотите пойти? Там-то хуйня наливает. Не, ну это не... Ну это на панчево, это не самое плохое. Я вижу, что его хуйня гораздо хуже просто. Чем сравнивать. По поводу дня рождения, если кто-то интересуется, то мы восстановили в это воскресенье для рождения. Укороны? Укороны, да. Да? Да. Вашел Томас? Семь. Ну, вы уже дома-то еще по-своему. Семь. Я посчитал сразу. А? Да. Супатели. Ты тебя? Так, ему сколько? Девять. Девять. Старший плюс два. Окей, так вот. О чем мы говорили на прошлом уроке? Мы говорили о том, что на самом деле сокрытие Всевышнего это прекрасно. Это замечательно. Потому что жизнь на самом деле это сокрытие. Это сокрытие Божественного Света. Как это понять? Представьте себе космонавта, который на орбиту выходит без скафандра. Что происходит? Смерть. Смерть. Соответственно, единственный вариант существовать в этом мире это быть в скафандре, который называется наше материальное тело. И это и есть максимальное сокрытие. Наше материальное тело является максимальным сокрытием Всевышнего, которое мы воспринимаем. То есть, другими словами. С одной стороны, тут палка двух концов. С одной стороны, сокрытие от нас, сокрытие Всевышнего дает нам возможность увидеть истину. Или другими словами, в этом мире можно сказать, что Бога нет. Так? И никому не доказать, что Бог есть. Что самое интересное, я сразу хочу поставить все точки над и чудеса о том, что сейчас раступится потолок и придет и Бог и скажет, я тут. Это не значит, что все сразу поверят, что Бог есть. Даже это не увидит. Никакие открытые чудеса, и я уже много раз рассказывал о том, что я видел это на практике, никакие открытые чудеса не доказывают о существовании Всевышнего. Поэтому в нашем мире есть единственная вещь, в которую можно верить. Это что? Верно в деньги. Нет, я не люблю верить в деньги. О, молодец. Я люблю их знать. Иметь. Разница между Богом и деньгами в том, что Бог есть или Бог нет, это недоказуемо и ни на что не влияет. То, что ты скажешь так или не так. А вот деньги есть или нет, это влияет на очень много. Это серьезно. С деньгами не шутят. Окей. Теперь, здесь просто в двух словах хочу сказать концепции Рамбама по поводу веры, о которой мы неоднократно говорили уже, для того, чтобы просто поставить точки на «ты». Рамбам считает, в отличие от Рашага и Сефа Рахинов, которые считают, что верить в Бога – это заповедь Истора, Рамбам считает, что такой заповеди нет. Не существует заповеди верить в Бога. Почему? А если мы исполняем другие заповеди, то чьи заповеди? Как можно иметь заповедь верить в Бога, если ты выполняешь? Тогда чьи заповеди ты выполняешь? Не понятно? Не понятно. Да. Соответственно, вера в Бога – это prerequisite к тому, что выполняет заповедь. Теперь, что такое вера в Бога? Верить по определению Рамбама можно только в то, что недоказуемо. Любая вера в то, что можно доказать – это слабость. Почему? Он пришел на меня. Это не вера, это знание. Знание исключает веру точно так же, как вера исключает знание. Я понимаю, что для многих людей это покажется просто богохульством, но на самом деле, если вы задумываете об этой фразе, то если ты знаешь, то нахрен тебе верить. А если ты веришь, то зачем тебе знать? Ты думаешь, что ты знаешь. Дело в том, что ты ошибаешься. Это другой вопрос. Чем больше мы знаем, тем больше мы понимаем, что мы не знаем. Когда ты знаешь, а потом… В тот момент, что ты это знаешь, ты это знаешь. Потом могут быть сомнения, и ты ищешь других знаний. Знания, которые относятся в этот момент к тебе, как знания, в данный момент они могут быть стопроцентны. Завтра изменения положения звезд и так далее, они могут быть ошибочны. Но это не значит, что в тот момент, что ты знал, ты ошибался. Другой вопрос, что все другими словами. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Любая вещь, которую ты можешь доказать, в нее нельзя верить. Я могу что-то доказать сейчас. Замечательно. В тот момент, что ты можешь в это доказать, к вере это не имеет никакого отношения. Но я также допускаю, что в моем доказательстве… И это самый правильный подход. Почему в этот момент не можешь верить? Потому что тогда это будет слабость. Объясняю. Скажем так. Я верю в то, что входная дверь в синагогу закрыта. Но ты не можешь это знать. Если ты знаешь, то тебе надо все верить. В какой вариант? Пойти и проверить. В тот момент, что я проверяю, и дверь закрыта… Вера не нужна. Я это знаю. Значит, вера самоуничтожается. Это вообще не еврейский. А если она открыта, файн, я ошибался. Теперь я знаю, что она открыта. То есть, есть или это знание, или это знание. Но в любом случае есть знание, веры нет. Я сейчас смотрю на дверь, она закрыта. Я верю, что она закрыта. Оказывается, у меня визуальная галлюцинация. Ну, тогда пойди проспись и посмотри еще раз, что я тебе могу сказать. Да, я тебе покупаю, что я не могу сказать. Это тебя беспокоит. Да, да, да. Идет речь о доказуемых фактах. Отсюда можно сделать простой вывод. Что единственное, во что можно верить, это в то, что не доказуемо и не опровержимо. На самом деле, нельзя даже доказать, что мы не спим, и нам всех не снится. Как этот фильм с Джиммером Керри. Подожди. То, что ты говоришь, это подразумевает в то, что есть кто-то, кто это что-то делает. Тогда нам это или снится, или это есть, и так далее. Но то, что ты говоришь, это подразумевает в то, что есть Бог. Полезаем в то, что не то, что есть Бог, а то, что ты веришь в Бог или веришь в какую-то высшую силу. Окей? Соответственно, любая вера, она может быть только в то, что не доказуемо. И единственное понятие, которое невозможно доказать или опровергнуть в этом мире, подчеркиваю, как доказать, так и опровергнуть, это Бог. Берегись автомобилем, они только то же самое говорили. Ну, я не помню. Булгакова этот с мастером Булгакова там существует, как минимум. Говорят, что отец Булгакова был профессором иудайки, и считал, что он реинкарнация первосвященника Шмойля. Он был еврей? Он был еврей? Булгакова, кто он торчал? Нет, отец. Как он мог написать? Я был в такси, и сталин был евреем. И теперь нам стало от этого легче. Почему? Дело в том, что Швили это... Я недавно своим ученикам в школе показывал фильм, где один там говорит, что всем правят евреи, даже мэр Нью-Йорка это еврей. Он говорит, как мэр Нью-Йорка, он же Джу Лянь. Он говорит, listen to what you sang. Джу Лянь. Другая мэр Нью-Йорка. Эта функциональная кличка была Коба. Некоторые говорят, что это как Бар-Кохба. Коби, 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 это наявление сокращенно от Якова. Но дело не в этом. Коба, Бар, Кохба. Окей, итак. Так вот, на прошлом уроке мы сказали о том, что на самом деле то, что мы называем бесконечным божественным светом, он так и есть, как его название бесконечен. То есть, другими словами, бесконечность не так мы воспринимаем в этом мире. Любая бесконечность, которая существует в этом мире, она ограничена теми критериями, которые мы придаем этой бесконечности. То есть, есть цифровая бесконечность. Она ограничена цифрами. То есть, по-другому мы не можем измерить, как цифры. Можно сказать, плюс бесконечность, минус бесконечность. Луч в этом мире, он векторный. Вектор, он в одну сторону бесконечный. Поэтому зачастую влияние Всевышнего на этот мир сравнивается со светом, потому что есть какой-то источник и есть бесконечное влияние. На самом деле в христианском понимании и в научно-каббалистическом понимании они совершенно наоборот понимают, что имеется в виду, что влияние Всевышнего сравнивается со светом. Что есть источник этого света и есть его бесконечное влияние. Все на самом деле наоборот. Бесконечность она в другую сторону. Да, но если ноль тоже недостижим практически абсолютно ноль. Окей. То есть в эту сторону тоже... Теперь, что такое бесконечный божественный свет? Это бесконечность во всех ее аспектах. Это не только цифровая бесконечность, это весовая бесконечность, это бесконечность в ускорении. Да, но бесконечность, в которой мы говорим по отношению ко Всевышнему, она не определяется цифровым. Только цифровые рамки, дигитальные рамки, это только один из ее аспектов. То есть она бесконечность во всех ее проявлениях, во всех системах измерения. И в ней их тоже. Да, то есть, скажем так, есть бесконечность растительной природы, которая не измеряется цифровыми рамками. Я понимаю, что мы здесь сейчас трахаем собственные мозги. Влетаем, влетаем. I'm sorry, что... На этот десятилетнего не хватает. Это нас. Окей. Я вижу, где... Так вот, теперь, когда мы говорим о том, что никто не останется без чувств, когда он начнет медитировать на величии Всевышнего, говорится о том, что в конце концов мы понимаем, как я приводил, несмотря на возмущение Шифрина, на прошлом уроке примеры с Пелевиной желтой стрелы, о том, что в конце концов, в конце концов, все, что есть в нашем мире, это только... Ваши книжки Пелевиной. Нет, почти. Это только... Что это все нарисовано? Вау! Им больше не наживайся. Все в порядке. Давайте хотя бы пару строчек пройдем. Все, что мы имеем, это только незначительный отблеск Всевышнего как такового, в котором растворяется все наше мироздание в этом отблеске. В этом и заключается сущность сокрытия Всевышнего. Алта Ребези сразу говорит о том, что эта книжка не посвящена для того, чтобы объяснять теорию сокрытия. И было два момента сокрытия, которые, как мы с Божьей помощью сегодня успеем прочтем, что та же самая технология проходит по всем этапам творения, то же самое сокрытие. То есть, я забегу чуть-чуть вперед, потому что мы сегодня успеем, но я очень хотел бы об этом сказать, что что такое было первое сокрытие? Первое сокрытие было Всевышний везде, Всевышний был все, было вообще ничего не было, ничего из ничего. Кроме него, то есть вообще не было даже имени Всевышнего. Затем Всевышний сократил себя, создав вакуум. А потом появился дар. Подождите, подождите, создав вакуум. Именно в этом вакууме, который тоже являлся Всевышним, но в нем не было проявления Всевышнего как такового, были созданы все наши миры, духовные, материальные и так далее. Теперь, есть источник этих миров, который сократился во время создания этого вакуума. И есть творение как таковое. Все, что находится между ними, то есть этот вакуум, это процесс творения. Другими словами, мы творимся за счет отсутствия Всевышнего. Нет, мы творимся за счет отсутствия Всевышнего. Присутствие Всевышнего, в конце концов, сразу приводит к нашему самому уничтожению. То есть, Он нам дает место в этом мире. Exactly. Теперь, нужно понять, что это переход от того, что мы в Каболе называем Ацмусом, сущностью Всевышнего, которого не имеет никакое имя, и Оросою, охватывающим светом, с Божьей помощью мы сегодня будем говорить. Теперь, нужно понять, что этот процесс дублируется, воспроизводится на каждом уровне творения. От перехода от Ацмуса к Оросою и от Оросою к Оромимале, от сущности Всевышнего к охватывающему свету, это охватывающего светом, наполняющего светом. И тот же самый процесс происходит во время зачатия ребёнка. Вау. У какого ещё народа после такого будут такие разговоры? Блин, ниже морда. Типа, как-то, когда попадутся... Это уже лучшие. Окей. Давайте чуть-чуть прочтём в тексте, о том, о чём мы говорили сейчас. Итак, мы чуть ниже середины страницы... Это мы ещё иначе даже читаем. Да, чуть ниже середины страницы на две... Артур, хватит жрать плене. Артур, хватит жрать плене. А вот чипсы. А вот чипсы. Гайс, тихо. Не хлебом единым жив чё. А ещё и булочкой пришёлся. А ещё и булочкой пришёлся. А ещё и булочкой пришёлся духовным. Это абсолютно еврейская цитата. Это еврейская цитата. Не хлебом единым? Да. А словом Всевышнего? Ага. Итак, чуть ниже середины страницы на 290 страницах со словом ВКХМАМАШ. Сначала строчки, предыдущая строчка заканчивается точкой. ВКХМАМАШ и абсолютно таким же образом ПХИНАТ ГАЯРА МУЭТ ЭДЗО. Аспект этого минимального облыска Всевышнего. ГАМИТЛАБЭШ БУЛАМОТА ИЛЬЮНИМ, КОТОРА ОДЕВАЮТСЯ В ВЫСШИЕ МИРЫ. ВАТАХ ТОНИМ И НИСШИЕ МИРЫ. ЛАШ ПИАБЭМ. Для того, чтобы влиять на них. ЛАХЮТАМ. Для того, чтобы дать им жизнь. Теперь, обратите внимание, что всегда, когда Алтаребе упоминает ОСНИСХОЖДЕНИЕ БОЖЕСТВЕНИЕ СВЕТА, он упоминает сразу два термина. ВЛИЯНИЕ и ОЖИВЛЕНИЕ. Какая разница между влиянием и оживлением? Ну, каббалисты. ВЛИЯНИЕ СВЕРХУ, ОЖИВЛЕНИЕ НА СНИСКОВЕСТВЕНИЕ. ВЛИЯНИЕ – это ОРА СОВЕХ, это ОХВАТЫВАЮЩИЙ СВЕТ, ОЖИВЛЕНИЕ – это НАПОЛНЯЮЩИЙ СВЕТ. Ну, ладно, неважно. ПОЛОНЯЮЩИЙ СВЕТ. ПОЛОНЯЮЩИЙ СВЕТ. СОКРЫТЫМ БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТОМ, КОТОРЫЙ ЗАЛОЖЕН ВО ВСЕ ТВОРЕНИЕ. Теперь, я здесь опустил один аспект из сокрытия Всевышнего. Дело в том, что после того, как был создан вакуум, в котором было все творение, проявился еще Божественный Свет, который называется Оракав. В Кабуле он называется Оракав. Прямой Свет. Это тот бесконечный Божественный Свет, который не существует в никаких-либо рамках. То есть, есть бесконечный Божественный Свет, который есть даже в этом стаканчике. И за счет этого мы можем потрогать этот стаканчик, за счет этого он существует, за счет этого мы его воспринимаем, за счет этого на нем есть цветочки нарисованы. Это тот бесконечный Божественный Свет, который не связан ни с какими рамками. Это стержень, тот позвоночник, на котором держится все творение. Вакуум должен был создан всевышним, чтобы мы потом появились. Да, секунду, секунду, подожди. Вакуум вообще ничего. Теперь, давайте вернемся к тексту. Теперь, тот божественный свет, который одевается, который влияет и дает жизнь всем духовным материальным мирам, он не находится в пропорции с тем скрытым божественным светом, который находится во всем творении. Тот скрытый, то, что мы называем скрытым божественным светом, это не потому, что он очень маленький и мы его не видим. А почему мы называем скрытым? Потому что он очень большой и мы его не видим. Большой, как говорится, видится на настроении. Но у нас нет возможности отойти на это расстояние, чтобы его увидеть, потому что мы находимся внутри. И поэтому мы видим только отражение. Все помнят пример с зеркальными окнами? Насчет создания вакуума немножко не помню. Вакуум надо было создавать или это имеется в виду, что за счет вакуума было создано пространство? Что значит создание вакуума? Вакуум – это же пустота. Что значит создание? Что значит, как ты сегодня в лабораторных условиях создаешь вакуум? Все убирается. То есть он убрал с себя, создав место, где потом могло... Мы могли быть с тобой и сделать вакуум. Где лаком? Почему нет? Пошел лаком. Что такое? Опять пролетает? Не понижать же сейчас. Артур, ты пошел лаком? Дальше. Знаешь, была бы бесконечная божественная бутылка. Это в Ганейне. Пусть они завидуют там в горах где-то. Вэйно митлабэш умашпея бэламодби пхенат гилу лах ютам. И та бесконечность, о которой мы говорим, она не одевается в мирах как духовных, так и материальных для того, чтобы их оживлять. На самом деле, здесь очень интересный парадокс приводит Алтарев. Что то, что дает жизнь всему существующему, это отсутствие Бога. А то, что может уничтожить все существующее, это проявление Бога. То есть, другими словами, я переведу дословно, то есть я уже перевел дословно, да? Что тот бесконечный божественный свет, который независимо ни от чего наполняет все миры, это не тот божественный свет, который дает жизнь всему существующему. То, что дает жизнь всему существующему, это то отсутствие Всевышнего, которое приводит к тому, чтобы существовали различные миры. Так получается, что Бог спит в это время? Нет, это голос. Как это пури... Это... Марат, спасибо. Очень хорошо. Я наконец-то чувствую, что я не просто так здесь сижу. Это майбер, ребер, а яц, а... А? Это кайт ставшин, да? Да? Я не понял, что это ребер, а яц, но я помню. Что Бог спал. Да, что значит бессонница у Бога. Худ Шимони говорит, что когда в Мигилла Сестер упоминается Меллах, то идет речь о Всевышнем. Когда в Мигилла Сестер упоминается Меллах и Хашвирош, царь Хашвирош, идет речь о Хашвироше. Соответственно, все тот момент, что вы будете с Божьей помощью скоро, в субботу вечером читать Свита Кестер, Йоси будет читать, с Божьей помощью, если проспится в то время. Да? То каждый раз, когда мы упоминаем царь, идет речь о Всевышнем, говорит о Хашвироше. Соответственно, когда говорится, что в эту ночь была бессонница у царя, а не говорит царя Хашвироша, что такое бессонница у Всевышнего, это Ютат Кестер. Это единственное, которое читается у Хабада, да? У Хабада Кестер читается из Мигилла. И Эйха. А Рус не читает? Не, может и читает на досуге, но... Самое интересное не читается. Дальше. В Эйна Митлабеш Машпея Баламов Бхинат Гилул Лахютам. То есть, этот бесконечный Божественный Свет, который является источником всего творения, это не тот Божественный Свет, который дает нам с вами жизнь. Он охватывает все сверху. Называется охватывающий все миры. Здесь, на самом деле, очень важный момент. Мы часто упоминаем термины наполняющий свет и охватывающий свет. Дюрер и многие другие каббалисты изображали это графически. Артур, ты знаешь, что такое Дюрер? Дюрер тогда приписал каббалист. Немец. И Пикасо. Нет, Пикасо, это не запомнил. Ты не нашел. Не знаешь, что такое Дюрер? Почему? Ты же в Калдже учишься. Благодаря Алчелс Фэмили выводу. Ты же в Калдже учишься. Ладно, я возьму тебя в музей, раз покажу там партет. Да, мы еще не пошли на Акадийского, я не понял. Мы еще квадрат не нарисовали. Нет, Калмадюр и квадрат не нарисовал. Так вот, дело в том, что есть, особенно среди еврейских и нееврейских каббалистов, есть полная мисконцепция о том, что такое охватывающий и наполняющий свет. Именно поэтому Бальшемтов пишет, что нельзя никакие каббалистические термины изображать графически. Почему? Потому что, мамаш, нельзя ли это? Мне это не поднимется. Ну, я проверю, я не помню. Это было напрямую запретно. Хорошо бы шпаргал. Почему? Потому что, когда мы говорим охватывающий Божественный свет, как мы себя воспринимаем? Как это воспринимается? Есть наполняющий Божественный свет, это структура всего мироздания. И есть оболочка этого мироздания, которая по отношению к нам бесконечна. Потому что мы видим границу этой оболочки. На самом деле, бесконечный Божественный свет не является никакой оболочкой. Когда мы говорим охватывающий свет, имеется в виду, что он не охватывает, это не внешний аспект Божественного Света в этом мире. Это охватывающий, имеется в виду, что он одинаков, как для самого низменного творения, для инфузории туфельки, так же, как для высших ангелов мира Ациус. Он абсолютно одинаковый. Рафштайнс говорит о том, что это можно понять на основе примера земного притяжения. Независимо! Понятно. Сила земного притяжения влияет на любое тело одинаково. Независимо, оно большое или оно маленькое. Точно так же и сила притяжения. Но мне кажется, есть еще более наглядный пример. Что такое Ора Сойвер? Когда-то в физике была теория, мой папа мне рассказывал о том, что есть какая-то первоначальная материя, которая дает возможность существования любой материи. Кто-то смотрел фильм City of Angels? Да. Там есть один очень кардинальный момент. Я уверен, что никто на него не обращал внимания. Дэнни, did you watch this movie? City of Angels? Не смотри. Почему я обижу? Не нужно. Когда два главных героя, там, по-моему, Николас Кейч... А, вы смотрите по Бразилии, что ли? Нет. Нет. Это City of God. Это более полезная героя. Не нужно смотреть Борох сто процентов. Ты потеряешь веру в человечество. Это же правда. Серьезно? Ты вказал. Ромбанино правда. Окей, мне напоминает сейчас мой урок в школе, да, когда я говорю, кто-то смотрел этот фильм, так вот в этом фильме там можно понять то-то и то-то, и все-то, а дэди вовсе смотрят, дэди вовсе смотрят, дэди вовсе смотрят. Окей. Так вот, City of Angels – это один очень minor moment, который на самом деле очень важен для нашего с вами мировоззрения. Когда Николас Кейч и Мэк Грайн там играют, да, так вот, когда два главных героя, они находятся в лаборатории, они смотрят в очень сильный микроскоп на кровь. Помните, что они говорят, что говорит Николас Кейч? На Грайн показывает, вот это Blood Cells, да? Что такое Blood Cells? Это еврейская была кровь или христианская? Они находятся в каком-то пространстве. Все, что наука может объяснить – это эти cells. Пространство объяснить не могут. Вот это пространство – это и есть охватывающий свет. Первичная материя. Поехали. Давайте помыслить... А свет – это тоже материя. Что ж? Ну и сах. Продолжение следует...